Уууу, контент пошёл, контент, уууу, пацаны! Если ты на канале новенький, то обязательно подписывайся на канал, а также не забывай нажать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения о всех новых сериях по выживанию в арке. А также не забывай поставить лайк этой серии. И напоминаю, что три самых лучших комментария под этим видео я показываю в следующей серии, так что проявив сообразительность и смыкалку, ты сможешь попасть в следующий видосик. Ну а также напоминаю, что этот сезон на официальном PvP-сервере стал возможен только благодаря проекту Undead Ark. На проекте есть сервера под любой вкус. С ограничением на количество людей в трайбе 2 человека, 4 человека, в скором времени открытие small-трайбов, и ограничением на 10 человек в трайбе. А если рейты x5 для тебя слишком маленькие, то есть и фановый PvP-сервер x50. Ну а в случае, если PvP не твоё, то есть и PvE-сервера. А 15 мая состоится открытие двух новых серверов, PvP-сервер AdWomen Tribe Beginners с рейтами x7, и открытие новой PvE-карты с новыми модами и новыми динозаврами для любителей спокойной игры. Играя на серверах Undead Ark, вы поддерживаете выход новых роликов с официального сервера. Все ссылки и как подключиться к серверу ты сможешь найти, открыв описание. И я надеюсь ты уже закончил готовить перекуссон, устроивайся поудобнее и приятного просмотра. Мы начинаем. О, привет дружок! Чё ты от меня хочешь? Косой. А сервер? Угу. Ну глагает. Где он? Вижу. Ну-ка иди сюда. Чё ты? Сдался что ли, братан? Ты ж меня даже не крапнул. Уже улетел, видимо. Сам от своих действий немного испугался. Но больше чем уверен, что он где-то рядышком тут живет. Привет. Кто меня там такой хватал, умненький, а? Кто меня... О, да ты еще ее агрессируешь. Чувак, зачем ты меня пытался схватить? Я вот не понимаю. Вот для чего? У тебя ж по сути-то ничего нету, чел. Ты чё ты такой-то? Я даже по нему попасть прокрутым не могу. Что с этим сервером? По нему... По нему просто урон никакой не проходит. Ха-ха-ха. Как же я люблю официальные сервера. Господи, вот такой за небесный пинг. Всё. Откисай. Ну чё. Дабы ты меня больше не пытался схватить, мне придется не только тебя залутать, но еще и птиру твого убийцы. Братан, ничего личного. Просто не нужно было пытаться меня схватить. Я к этому очень так сакрально отношусь. Я считаю, что у каждых поступков должны быть последствия. В твоем случае, у тебя просто на одном опте роменче станет. Ребята, поскольку я всегда читаю все ваши комментарии, которые вы оставляете под моими роликами, я не мог не заметить частые комментарии а-ля какую карту посоветуешь для старта выживания, за исключением экстиншена, генезиса и всяких других платных дополнений. Потому что у людей просто не хватает денег на них. Так вот, есть сайт, который помогает решить проблему с покупкой DLC. Называется он Apix. Здесь есть несколько видов игры и я хочу показать вариант, который на мой взгляд интереснее всего. Это режим Crash. Ну как бы DLC-арка, Crash. Всё-таки какая-то связь есть. Закинул всё до 700 рублей и давайте посмотрим, что у меня выйдет. Делаем ставку сразу 500 и нажимаем кнопку играть. Тут самое главное вовремя забрать досрочную. Сейчас подсчитываются все участники, все ставки делаются. И самое главное вовремя нажать забрать досрочно. Ох, ох, ох. Я мог вообще x2 умножить сумму. Но всё равно. Уже 850 рублей есть. Давайте так же наверное делаем ставку 500 оставим. Но в этот раз попробуем чуть-чуть потянуть, чтобы приумножить сумму. Ждём, ждём, ждём. Забираем досрочно. Так. Уже у нас 1100 рублей есть. В принципе неплохо. Считайте, отбили сумму, которую сюда вложили. Плюс ещё чуть-чуть там наделся какой-нибудь Skirt 4. Может быть можно будет закупить. Делаем ещё ставку на 400. Ждём, ждём, ждём. Забираем досрочно. Самое главное всегда забирать досрочно. И тогда вообще никаких проблем не будет. Таким образом минимальный шанс, что вы уйдёте в минус. Ну и вот 700 рублей я уже превратил в 1300. И по сути это уже стоимость нового DLC для арка. Но самое главное не увлекаться и знать меру. Ведь можно как и выиграть, так и проиграть. Кстати, при регистрации по моей ссылке у каждого есть возможность получить до 5000 рублей на свой счёт. Ссылочку на этот сайт я оставлю в закрепленном комментарии. Готово. Лонг-лонг. Ну что ж, ладно, окей, ну у тебя по-любому где-то... Стоп, что? Откуда тут второй ещё птер? У него, походу, реально где-то тут рядышком есть какая-то база. Возможно, кстати, та самая деревянная кибитка, которую я осматривал и пытаюсь гангать уже сколько второй-третий день. Блин. Ну ладно, седло я, конечно, заберу с собой. Мне ещё полигодится на моих птеров. Надо базу поискать. Погодите. Стоп, если я тот труп лутал с факелом, это... А, это, походу, как раз именно труп наездника. Прикольно получилось. Ты ещё кто такой? О, слушай, ты в металл свете? Ну-ка, слышь. Чучело. Ну, иди сюда. Блин, конечно... Тут, походу, сейчас 150 пинга. Всё. Я его потерял. Да, обидненько. Ну ладно, пускай живёт. У меня ещё очень много места, которые надо проверить. Ну вот, уже посветлело. Теперь хоть что-то будет видно. А то темни вообще ни хрена не видно, ещё плюс дождь был. Здорово. Это ты тут у нас развиваешься, да? Слушай, я тут потерп у тебя рядышком убил. Не знаю, твои это были, нет? Ну, чё это вообще за тип? Может, даже, кстати, с другого племени? Он тут чё-то строит. Нет, какой-то прям нычки нету. Походу, только что начал строительство своё. И у него всего лишь один шкафчик тут стоит. Давайте глянем, чё в нём. Камень. Ну, чувак, тебе это тут точно не нужно. Чёл, это очень плохое место для строительства базы. Реально, поищи какое-то нормальное место, где тебе будет, ну, покомфортней играть. То есть это очень очевидное место. Чёл, если не я тебя зарейжу, то, ну, кто-то другой тебя по-любому зарейдит. Ищи какую-нибудь пещеру, нычечку. Как я, допустим. Давайте ещё наведаемся к деревянной хате, около которой я Грифона как раз убивал вчера. Всё, теперь точно всё упало. Угу. Ну, тут вообще со вчера абсолютно ничего не изменилось, так что я... Да. Я, походу, зря сейчас две сишки потратил на эту Халабуду. Можно было ей пятером просто прогрызть. Вчера здесь по-любому были ресы, но сегодня уже всё отсюда перетащили. Ну, конечно, после того, как я Теру убил, Аргенту убил, Грифона даже убил. Я б тоже, наверное, переехал. Упаньки. Этот, чё за хоромы строят ещё без моего разрешения? Не понял. Ребята, это шо, наглость? Открыто? Внутри печки горят? Или это факела? Погодите. А чё у него всё открыто? Тут есть чё-то? Ягодки просто какие-то. Чё за... Это... Это выглядит как какая-то реально ловушка Джокера. Я не понимаю, кто и зачем просто это построил. Ммм... Ещё какая-то зарейженка. Ну, наверное, полностью залутанная, потому что я тут так обратил внимание, практически всё, что рейдят, просто лутают в ноль, либо всё дропают, так что... Наверное, даже нет особого смысла заглядывать в такие домики. Ммм... Где ещё... Какие места я ещё не прочекал? Ну... А, вот тут вот вчера базу рейдили. Может, её не до конца зарейдили? Хотя там вроде чёсткие типы с Генезиса были. А, нет. Слушайте, база-то на месте стоит. Её вчера рейдили пацаны с морской черепахой. Или как она там называется? Короче, вот эта здоровённая черепаха с Генезиса. Я думал то, что у пацанов реально тут нету шансов, что их вынесли. Они отдефались? То есть, серьёзно, пацаны с большой черепахой не смогли зарейдить вот этот вот домик? Господи, какие ж monkey squad реально ущербные. Ха-ха. У него там аргентов на улице стоит. Сейчас по-хорошему его надо отстрелить, потому что я собираюсь этот домик рейдить, и я не какие-нибудь там бомжи из monkey squad, которые всем трайбам рейдят такую, ну, не самую крутую базу. И облапошиваются. Если играешь в соло, то нужно сначала ослаблять противников, если они сильнее тебя. В данном случае у них есть база, у меня, блин, только один птер, по сути. Ну, не один птер, но, по сути, я всегда с одним птером с собой, и я, можно сказать, без базы вообще живу. Нужно сначала ослабить полностью противника, чтобы у него практически не оставалось чем дефаться, и потом уже идти его рейдить. По-моему, у него там ничего во дворе не осталось. Могу, конечно, ошибаться, но я, по крайней мере, ничего не вижу. Так, давайте посмотрим, что тут еще есть. Какие-то будки. Какой трайб? А, 1, 2, 3, это уже другой трайб. Это даже не monkey squad и не эксты, вот эти. Еще какой-то один трайб тут подстроился. Жесть. Ну, вроде там живки нету, думаю, можно уже немного отлетать отсюда, дадим им перекур. Этот чел реально пытается мне там птеру убить. О! Кайл, здорово! Ха-ха-ха! Здорово, дружище! Че как? Выживание? Давно не виделись. Я так понимаю, на small tribe тебе стало немного скучно, решил сюда прийти? Да че ж ты будешь делать? Ща я и твою другу тоже укокошу. Оля какой, с копьем на птера пошел! Готов. Лонг-донг. Слушай, это я случайно не твою птера убивал? Ох, ребята, зря вы со смолов сюда пришли. Лучше бы на смолах сидели. За меня объявлены награды. Чувак пишет, что заплатят на PayPal 10 баксов тому, кто предоставит пруф, что убил меня и моего птера. Ха-ха-ха! Ё-моё! Вы че, серьезно? Я их настолько довел, что чуваки реально готовы заплатить кому-то реальные деньги за то, чтобы меня просто убили. Вот это я понимаю, довел пацанов на официальном сервере. Опять мне на слишком немного полимера не хватает. И да, я в курсе, что нужно бить дубинкой или пелогорнисом, чтобы было больше полимера, либо мосхопсом. Но мосхопса и пелогорница у меня нету, и томите, я их как-то вообще не хочу. А дубинкой бить я тоже не хочу. Мне проще на птере. Отстаньте. Мне бы сейчас по-хорошему птера отхилить, напоролся на какую-то конченую базу с двумя легкими турками в лесу. Чуть птера не слил, господи. Сейчас надо мясо немного набить. И вот тут еще какая-то прикольная базенка. Может, он будет ее потом попозже чекнуть, посмотреть, что внутри. Может быть, завтра, наверное, чтобы побольше лесов там накопилось. Посмотрим, что там по лесам. Сейчас нужно, короче, немного мне птера мясом отхилить. Еще плюс мясо мне для маленьких птерчиков, которые растут, тоже надо отнести будет. Так. Ну что, ребята, какие у вас тут новости? Давайте, рассказывайте. Все ли у вас тут в порядке? Ага, аргент на заднем дворике теперь стоит. Вперед база, они его перестали ставить. Угу. Угу. Ну, турок вроде пока не прибавилось в них. Здорово. Ох, сух, что-то есть с перегрузиком. Ничего так... Какая нахрен двушка, ты че? С дуба рухнул. Блин, варки двушки. Ё-моё. Ух, тос, тише ты. Как хорошо, что они тут урезаны, блин. У них дробь в разные стороны летит. Зараза. Если б не стамина... Ох, сука. С двушки в меня решил посмолять. Ох. Давай, 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 лети сюда. Опа. В смысле? Если еще раз... Ладно, я понял, руки не оттуда. Хотя... Не, пошел нахрен. С двушкой впритык по Птеру это, наверное, будет больно. Ох. Ё-пты. Вот сейчас было че-то это яда. Че-то это я сейчас мог Птеру на самом деле решиться. Мне повезло, что он косой. Не, чуваки, блин, у меня стамины не так много. Вас уже двое. Один вообще на волке. Че вы... Ты че, серьезно? Ты че, серьезно? Ты меня на волке хочешь загрызть? Чувак, что у тебя в голове все происходит? Птеру на волке загрызть. Ну, ладно, дай. Постреляемся, может, нет? Парни. Аргент вроде отлетел, я так понимаю, на базу. Ясно. Надо реально этот пистолет выкидывать. О, все, он гори. Готов. Ну, это было легко. Только что мне с твоим волком... Тихо, тихо. Теперь делать. Давайте его, наверное, отведем, чтобы не успели на Аргенте забрать. К пляжику. Угу. 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 Это, по ходу, реально почти ничего не дамажит. Хотя... Сколько у тебя хп там было? 3000 хп? Ну да. В принципе, многоладо. А вот мясо мне, кстати, сейчас как раз пригодится и птера мне сейчас отхилить, и плюс еще моим птерочкам отнести. Еще раз посмотрим, что тут у моих любимых друзей происходит. Пока, вроде, база все еще остается без изменений. Буду вот так, наверное, в течение дня к ним постоянно приходить. Разведывать, во-первых, обстановку, что у них происходит, как у них база меняется. Сразу пассив небольшой. Вот так вот. И сразу отстрелить живку, которая у них будет стоять на улице. А то иначе, да вы уже знаете прекрасно, как живка на нейтрале может очень сильно мешать рейду. Соответственно... О, я смотрю, чуваки-то бодренькие. По-моему, птеру еще начали стрелять. Ладно, вроде пока не покраснел. Ааа, уводят. Получается, один стреляет, один уводит. Значит, их до сих пор там двое. Но вдвоем они такую базу точно не могли построить. Их бы по-любому зарейдили, им бы просто не дали развиться. Значит, скорее всего, они в трейбе играют... Где-то, наверное, около пяти человек, если не больше. Так, еще один трейк. Какой уровень? 110-й. В принципе, его тоже можно положить. У меня там как раз один трейк есть. Так я не помню, какого он у меня полу. Самец или самка? Забыл. Давайте положим этого трейка. Не знаю, сколько у тебя вообще хп. Да и, в принципе, мне не важно. Мне ты нужен-то только какой-нибудь маленький дотик разрядить, если такая потребность понадобится. Сегодня, наверное, буду кошмарить только эти два трейба. Потому что, ну, во-первых, один на меня попытался напасть. Конечно, у него ничего не вышло. Но все равно, как минимум, попытка меня убить была. Хоть и неудачная. Но все равно за это как бы надо отомстить. Такое прощать не нужно. Скорее всего, они до сих пор тут около водопадика живут. Ну и вторые, соответственно, друзья, у которых хорошенькая такая база с турками. Их тоже надо будет потихоньку разминать и готовить к рейду. Ну, слушайте. У этих пацанов, я смотрю, прям идет развитие. Живку я им трогать не буду. Пускай живку не уживет. Еще мне рейстики покопают. А вот эту вот базку уже надо сносить. Пока они ее в металл не перешили. А то потом в металле все это когда-то будет затратно взрывать. О, хорошо как посыпалось-то все. Так, ну давайте посмотрим. Какие ресурсы вы для меня приготовили? Я надеюсь, вы меня сейчас порадуете. Так, блин, ощущение хрена не видно тут. Во-первых, вода, во-вторых. Вон, туман от взрыва прошел вот. Слева трупик. Ага. Угу. Они уже успели, значит, металл коробку поставить. Вот черти. Я думаю, они только в камне живут. Ладно, Кайл, давай. Я, конечно, понимаю, что мы старые друзья-товарищи, так сказать. Но, чувак, зря ты реально со смолу сюда пришел. Так, что тут у тебя? А, я еще не взорвал. Точно. Даблдуры. Они считаются, по сути, как стенка. Там на них трясишки нужно. Ну, распредел. Пацаны решили строить уже в металл. Значит, у них по-любому что-то должно быть. Как бы мне тут так еще подлететь, чтобы это удобно можно было туда забраться. Какое же конченное место. Так, так. Есть. Внутри. Вижу сумки. Трупик. Давайте посмотрим. Так, ящик. Обычные бомжересы. Камень. Вот сейчас так жемчик можно забрать. И последний ящик. Тоже обычные бомжересы. Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Ну, хоть наркота есть. В наркобаре. Хоть что-то. 200 наркоты. Хоть что-то. Блин, ну, ребята, вы что? Вы совсем надо мной издеваетесь? Блин, чуваки. Ну, я же вам вроде ясно дал понять то, что, ну, не стоит здесь строиться место конченое. Вы еще, мало того, что в камне как-то построились, вы еще и металл коробку внутри сделали. У вас вообще резов даже с собой нету. Что у вас вообще в головах? Зачем вы в эту игру пришли играть, ребята? Я, ну, реально не понимаю. Вам нужно на ПВЕ сервер очки? Серьезно, я вот без ровного говорю. Вам нужно на ПВЕ сервер зайти, потом сначала поиграть пару месяцев. Понять вообще, что, как тут развиваться, а потом уже только идти. Может, в этом доме что-то поинтереснее будет? А то он тут стоит где-то около двое суток. Если бы я играл два дня в арк, но у меня было бы дохренище резов, если бы я просто бегал и постоянно фармил. Думаю, этот дом у нас хотя бы окупится. В крайнем случае, потом он опять придется мне как последним бичу бегать, фармить носишки, полимер и так далее. Патрон я забираю, винтовку держи. Убивать я тебя не буду, чтобы ты потом проснулся, чтобы у тебя хоть что-то осталось. Так... Немного пороха. М-да... Это... Я бы не сказал, что это окупает сишки. Это вообще никаких не окуп... Хотя, блин, одну сишку потратил, с другой стороны... По пороху я окупился по своим ресурсам ХЗ даже. Металл есть. Давайте сразу тогда сделаем тут немного патрон. Для нормального пистолета. Ну и, в принципе, все, тут больше брать нечего в этом доме. Печально, конечно. Можно даже еще на винтовку сделать, потом сделал лучше на ядротике. И можно будет кого-то даже притомить. Наверное. Все. Все забрал, даже металл захватил. Давай, братан, ты не расстраивайся, развивайся. Что тут новенького? По-моему, что-то на заднем дворе опять видел. Ну-ка, давайте на нейтрал проверим живку. Может быть, вдруг все-таки... У них что-то на нейтрале стоит. Сейчас убьем. Там это Птер, что ли, головка торчит? Понять не могу. Да, это голова Птера. Классно. Двадцать первого уровня. Ну... Птер есть Птер. Даже двадцать первого уровня он может один раз хотя бы грапнуть. И во время рейда он может грапнуть так, что... Меня оттолкнет просто на турке и я умру. Так что... Мне такой счастья не нужно. Блин. У Трайка по-любому много хп. Какой он уровень? Сто тридцатый. Давайте попробуем застрелить его, что ли. А... Слушай, да все намного лучше. Трайка оказался на нейтрале. И это очередная ошибка. Не совсем понимаю, конечно, для чего живку оставить на нейтрале. Возможно, это когда-то случайно у них получилось. Потому что у них весь двор в органике усеян. Он, как бы, ну, должен защищать от всей нейтральной живки, которая может забежать на базу. Ну и, по сути, все. Органика должна защищать, как бы, от всей нейтральной живки. И... Зачем ставить живку на нейтрал? Для того, чтобы ее просто вот так вот с базы увели? Хотя, я смотрю, они что-то даже не высовываются. У них, по идее, там еще один аргент оставался. Я его им не отстреливал. Если бы никто другой его не отстрелил, значит... По идее, они... Наверное, могли бы среагировать и вылезать сюда на аргенцию со мной. Подраться. Ну, что-то... Никто реально не выходит с базы. Возможно, они, кстати, сейчас даже АФК. Свинюшка чиста, потому что она нейтрально тоже забьем. Надо ослаблять противник перед тем, как его рейдить. У них много турелей. Там достаточно одной маленькой ошибочки и я умру. Готово. Даже вот, кстати, если бы меня трек просто один раз быднет, если я буду у них под базой, то я вылечу на турки и меня расстреляет. Просто превратит меня в гребаный фарш. Паразавры у них еще, но паразавров я отстрелить не смогу. Они у них в коробке закрытой. Тут не получится никак подойти к ним. У меня практически все пурловия, которыми я пользуюсь, они достаточно маленького уровня и веса у них не так много и они у меня уже начинают забиваться. Поэтому... Вот еще одна пятнадцатая пурловия. Почему-то мне на них вообще не везет. Хотелось бы, конечно, просто найти две-три какие-то сто пятьдесятые пурловий и было бы вообще шикарно. У них веса было бы хера. А так, поскольку я очень невезучий, приходится прям всех подряд пурловий приручать. Ну и потом в них, естественно, лут закапывать. Мне кажется, это самый эффективный способ спрятать, как бы, лутецкий. Может, нам было бы, конечно, еще рипером обзавестись и в нем прятать лутная аберрация, но это намного сложнее и много времени требует. О, надо же, не залутано. Я думал, тут опять будет дерево валяться. Не, нормально, сейчас паста неплохо так налутаю. Может, он будет потом, может быть, с какими-то типами расторговаться. Они мне какие-нибудь интересы, допустим, тот же самый порох, а я им пасту просто кину. Потому что сейчас очень большое количество игроков. Все ясно, арк умер. Минус сервак, походу. Сейчас просто очень много игроков, которые начинают только строительство, им нужно очень много пасты. И вполне можно с нас торговаться. Я им много пасты, а они мне каких-нибудь ресов для рейдов. Вот и прайм для пурлови подоспел. Кайф. Ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Пошел нахер! Так. Ну-ка, иди сюда. Что, уже не такой смелый? Чертила. Думает, если он на Бладсталкере, то ему все можно. Ну-ка, иди сюда, черт. Чё, все ссышь, да? Отпусти ты, лох. Ух-та. Какой-то уровень. Есть поджог. Только не пойму, либо Бладсталкера, либо игрока поджог. Не, походу Бладсталкера поджог. Или у игрока много хп. Ну всё, он сваливает. Ссыкун. Давай, чё ты, чё ты? Давай, давай, пограпай меня ещё. Дурачок. Ой. Понял. Ё-ё-ёй-ёй, зря я птеропаду. Хо-хо-хо-хо. Где хп? Дайте хп. Шесть. Ненавижу жептеров на фолове. Капец, я чуть своего жептера не спалил. Господи. Окей, ладно. Я вот что, в следующий раз, когда я буду файтиться за Бладсталкер, я не буду присутствовать за собой птера. Ну его нахрен. Я реально его чуть не спалил. Замечательно. Просто ставь лайк, если у тебя багал свой инвентарь, на момент загрузки в облако предметов. Да ладно, отпустила. Да ты издеваешься, что ли? Да ну, что за... Господи, да ваша ж мать, разрабы. В чём проблема сделать так, чтобы тебя не багал постоянно такая живка и трансфер вот такой у вас не багался, а? Ну хрен даже предметы выгрузишь. Не понял там... Там чувак на Виверне летает? А нет, стой. Виверне без наездника. Дикая, наверное. Правда, какого чёрта они тут вообще делают? Вот тут, короче, я нашёл конвой очередной из аргентиков. Мне кажется, ну вот по-любому на двух аргентах два пацана просто так по раге не летают. Кому же это рага? Если бы им нужно было просто полетать, они бы притомили Грифона. Иди сюда. Давайте посмотрим, что у вас тут за лутецкий. Он и по персу бьёт. Что, без парашютов, да? И твой друг-то. А не, слушайте, тут пацан с парашютами. Голый бомж и этот с парашютами. Вот поэтому я и люблю Рагнарёк. Тут люди хотя бы подготовленные. А не то, как на Айланде бомжи летают без парашютов. Поиди сюда. Интересно, сколько у вас парашютов с собой? Обычно два-три только берут. Блин, чувак, у тебя уже четвёртый парашют. Смотрите, он на Аргента сел прямо во время падения. А, нет. Вот ещё один. Зараза. Так, надо за стаминкой следить, а то стамина прямо перед ними кончится. Будет очень плохо. О! Человек с винтовкой. Может быть, по-куратнее. Хотя у них Аргент на нейтрале. Это уже о многом говорит. Пацаны, прощайтесь. Часа очень опасно было. Он меня мог грабнуть, если по мозгу хватило. Ну-ка, иди сюда. Высоко, а. Блин, что ты там? Иди сюда, снайпер, хренов. О! У тебя ещё и кнут! Ребята, да я смотрю, вы вообще заряженные. Надо немного перекурить. Стаминка очень быстро тратится и птер уже наполовину почти красный. Там чувак с винтовкой вообще не даёт покоя. О! Пошёл урон. Ммм. Пристреляет. Ну-ка, иди сюда. Сука! Чёрт. А вот это уже очень плохо. Есть поджог. Так, ну этот на Аргенте не забьёт, наверное, птера? Иди сюда. Что? Как ты не поджёгся? Готов? Минус один. Верген. Всё, гори. Гори, братан. Не, не умер. Ладно. На это на птере его добьём. У него, по-любому, уже там хэпа не остаётся. Хо-хо-хо-хо. Чё, как стамина? Чё по стамине? Да как так-то? Почему я его грабить не могу? Во! У чувака просто стамина закончилась. То, о чём я постоянно думаю во время файтов. А вот некоторые дурачки не думают. Готов. Всё, минус два. Ну это просто какая-то матрица, а не Аргент. Чуваки, по-любому, на этих Аргентах перевозили лут куда-то, потому что они были заряжены. Просто так, бронёй и оружие с собой парня на стартах не таскают. Вот ты. Чё у тебя было? Хо-хо-хо. Креопод с шипастым драконом. Вот это мне нравится. Слушайте, хорошего уровня ещё. Наверное, будет поприкольно того бобра, который я выбивал. Аргент какой-то, блин, просто жёсткий. У меня тир уже в говнище. Где он? Он уже совсем красный. Ну, готов. Чё у тебя? О, паразавр. Паста, Креопод. Так, чё, немного электроники уже вижу. Ну-ка, чё ещё? Хух. Аргент! Тилклео! Вы серьёзно, ребята? Хахаха. Халявный Аргент. Какой же кайф. Что ж, дружище, спасибо тебе большое за просмотр. Надеюсь, тебе эта серия понравилась. Если это так, то не стесняйся и поставь лайк. Ну и также не забывай написать комментарий. Возможно, в следующей серии я покажу именно твой комментарий. Ну и если ты на канале новенький досмотрел до сюда, то обязательно подписывайся на канал. Также не забывай нажимать на колокольчик, чтобы тебе приходили оповещения о всех новых сериях по выживанию в арке. Ну и напоминаю, что выживание на официальном сервере стало возможно только благодаря поддержке проекта Undead Arc. На Undead Arc вы сможете найти сервера на любой вкус и цвет. Все ссылочки и контакты есть в описании. А также в следующую пятницу, 15 мая, состоится открытие 2 MyTrap Beginners серверов с рейтами X7. Ну и соответственно, ограничение на количество людей в трапе 2 человека. И альянсы запрещены. Идеальный сервер для игры в соло либо вдвоём с другом. Ссылочку ты также сможешь найти, открыв в описании. На этом я с тобой прощаюсь, спасибо тебе большое за внимание. Удачи и до встречи в следующем ролике. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok